Всем привет, с вами Priya. Сегодня мы вновь рассмотрим сайты для Warcraft относительно полезные и помогающие вам при патче, помогающие вам при выходе новых дополнений для построения более большего количества DPS именно в подборе какого-либо определенного эквипа из уже вами имеющегося. Ну что ж, начнем. Первый сайт — это RaidBots, сайт, который я рассматривал отдельно даже, который немного привязан к игровому аддону SimulationCraft. И некоторые функции на этом сайте можно сделать только с помощью этого аддона. К примеру, вкладка Top Gear работает только через него. Ну а если же вам лень скачивать аддон, либо вы сами прекрасно знаете, какой шмот, либо какая связка вещей является для вас самой лучшей, то можно, к примеру, просто загнать имя персонажа, введя именно правильный ник, введя правильный реалм, правильное его название, и через какое-то время появится тот шмот, в котором мы находимся, те таланты, которые у нас взяты, и нажав кнопку QuickSim будет написано самое обычное количество урона, которое мы даем в одного босса в течение пяти минут. Это все, конечно, можно разграничить, все это можно поменять, можно поменять количество пантеон-тринкетов в рейде. Пока что это еще актуально, в Battle of Azeroth, конечно, эта строчка пропадет, увы. Ну и нажав кнопку, рассчитается самый обычный ДПС. Сайт крайне полезен, поэтому, конечно, стоит на нем повисеть какое-то время для получения полезности для себя. Идем дальше. Сайт Bloodmallet представляет собой таблицу, а именно в текущий момент таблицу тринкетов. Также таблицу рас относительно недавно добавили, и кликнув по ней, можно увидеть полезность абсолютно всех рас именно для, к примеру, в текущий момент рыцарей смерти ветки лед. Если же мы нажмем воин ветки оружия, то увидим все это дело конкретно для воина ветки оружия. Также в скором времени можно будет увидеть азеритовые способности, азеритовые трейты, которые мы будем прокачивать на своем персонаже в азеритовых вещах. Ну и это весьма полезная такая будет кнопочка. Ну а тринкеты абсолютно все рассматриваются. Можно также сделать небольшую грань. К примеру, в текущий момент мы сравниваем 260-й пантеоновский тринкет со всеми остальными, и эта грань является белой полосой. Ясное дело, то, что идет слева, то хуже, то, что идет справа, то, само собой, лучше для нас. Относительно простой сайт и какого-либо объяснения дополнительного не требует. Тут получается соло-таргет, левая кнопка, я правильно понимаю, а правая кнопка — это ауе-дамаг в, скорее всего, 3 либо 5 более целей. Ну, скорее всего, так оно и есть. Идем дальше. Сайт Hero Damage предоставит полную связку касательно тир-бонусов и легендарок. Ну, если же у вас, как вариант, нету каких-либо легендарочек, можно просто снять галочку. Если же у вас нет каких-то тир-кусков, то также можно снять галочку. И таланты все пишутся абсолютно. Нолик обозначает то, что без разницы, какой талант брать. Однерка — это левый талант, двойка — это средний талант, тройка — это правый талант. Именно текущего тира талантов. А таких страничек, именно строчек с расчетом дамага по всем талантам, по всем сетам и по всем легендаркам — 42 282 для именно конкретно FrostDK. То есть, также загнав абсолютно любой класс, к примеру, Т-21, ретрик, обновление 30 июля, можно все это увидеть. Но тут поменьше немножко, окей, потому что связки сетов чуточку изменены. Вот такие вот интересности есть. Перейдем теперь к немного другому роду сайтов. Вагу.io — это сайт, который поможет вам разнообразить ваш интерфейс путем вставки Викаур в него. Викаур — это различные индикации, скажем так, с различными полезностями. Конкретно в текущий момент открыта страничка с Mythic Plus интераптами. Это небольшая строчка, небольшое окошечко, которое будет просто-напросто писать КД способности и кто именно прервал каст у какого-либо моба. Это весьма полезно, так как в самых нормальных группах и вообще по-правильному будет считаться такая вещь весьма правильной. Именно дальнейшее планирование сбития коста. Идем дальше. Сайт Raider.io поможет с весьма простым таким действием, а именно осмотр персонажа. Да, конечно, можно сделать это и на WoW прогрессе, но на WoW прогрессе по-другому считается Mythic Plus score. Да и к тому же на сайте Raider.io можно глянуть все абсолютно чуточку детальнее. Можно глянуть, к примеру, количество убийств различных боссов в мифике. К примеру, эпохальный Кенгарот был убит 15 раз на моем ДК, а эпохальный Аргус был убит 13 раз на моем ДК с целью получения маунта. То есть все можно глянуть. Также прошлые какие-либо прохождения Mythic Plus. Да, их мало, потому что Mythic Plus на припатче это, не знаю, может быть для кого-то и нужное дело, но я не считаю это чем-то полезным в текущий момент. Вот Mount Farm это интереснее. И касательно Mount Farm, могу предложить вам такой сайт, как Simple Armory, который покажет вам абсолютно все ваши пробелы в сборе маунтов. Ну а также, нажав галочку, покажет маршрут, по которому лучше всего фармить этих маунтов. То есть абсолютно со всеми ступенями, абсолютно со всеми шагами будет расписано, и босс будет написан, которого нам нужно убить, и маунт будет написан, которого нам нужно получить с какого-либо босса. На некоторых при наведении даже пишется их шанс дропа, по-моему, на коне ревендора. Да, то есть 1%. Вот, весьма полезно. Ну и к тому же пишется название маунта, откуда он берется, с какой зоны. То есть это все импортируется с нашего Armory, которое на EU Battle.net загружено. Стандартная абсолютно страница осмотра персонажа. И импортируется на этот сайт, на сайт Simple Armory. И наведя на каких-либо маунтов, мы, кликая в эту пустоту, получаем вовхедовскую ссылку, которая переносит нас на этого маунта, и мы спокойно можем глянуть, откуда он берется. Ну, если кто захочет, можно и страничку перевести в русский язык, почитав комментарии. Да, именно комментарии. Мы можем увидеть абсолютно все, откуда это берется. И при какой планке репутации, за какую валюту. Весьма интересно. И, по крайней мере, с помощью этого сайта можно понять для себя много, мало ли у вас маунтов. И понять, сколько можно их выформить, к примеру, в текущий момент до припатча. Потому что вдруг вы захотите получить маунта за 350 средств передвижения в виде ачивы, либо за 400. Все-таки цели в этой игре у каждого человека разные. И многие сайты могут помочь реализовать абсолютно все эти желания, абсолютно все ссылочки на эти сайты. Это я скину в описание к этому ролику. Пользуйтесь ими, наслаждайтесь этими сайтами. Если же у вас есть, так сказать, за пазухой еще какой-либо сайтик, с которого вы черпаете полезную информацию, то обязательно киньте его в комментарии. И, может быть, когда наберется достаточное количество каких-либо других сайтов, я уже сделаю третью часть этого видосика. Именно полезные сайты для игроков нашей любимой игры World of Warcraft. В текущий момент до припатча у меня лишь одна цель. Это получение маунтов. Хочется приукрасить свой список маунтов и прибавить к нему, ну, хотя бы 10 или, может быть, 5 маунтов. Посмотрим, на самом деле, как пойдет, потому что остались либо маунты за какое-либо достижение, либо маунты редкого дропа, либо те маунты, которых нужно просто выжидать. Абсолютно всеми успехами в маунт-фарме. Я делюсь с вами в ВК-группе, так что ее тоже не забывайте посещать. Всех вам благ, счастья, здоровья. Как говорится, берегите ноги и самых лучших вам контентов желаю. До скорого! Субтитры создавал DimaTorzok